Приветствую вас и полагаю, что проблема заключается, ваша проблема заключается в нескольких аспектах. Первый аспект проблемы касается того, что вас гнобят и причины, вы не видите причин для подобного поведения, но я считаю, что вас гнобят вот за то, что вы такой вот есть. На самом же деле проблема заключается в том, что общество не принимает тех, кто не похож на кондартного члена общества. Общество не принимает тех, кого оно не принимает, а не понимает общество поведения и взглядов, которые, как правило, в нем не приняты. То есть именно некоторые взгляды, которые могут быть в обществе, вы эти взгляды по каких-то причинам, да, вы эти взгляды не разделяете. И не то, чтобы вы должны это делать на самом деле, вы не должны разделять эти взгляды, но вы можете выйти на уровень, на язык, понятный тому обществу, с которым вы общаетесь. Если вам оно, конечно, это общество, важно. Вторая проблема заключается в том, что вас никто не понимает. И связано это опять же с тем аспектом, который я озвучил. То есть непонимание здесь, это по сути отсутствие возможности говорить на одном языке с обществом, которым вы находитесь. И нужно прежде всего постараться понять, что мешает вам находиться на одном уровне с людьми, которые вас окружают. Чтобы вас поняли, нужно грамотно, четко и понятным языком, понятным для окружающих языком, на их языке выразить свою мысль. Если вы не будете этого делать, то вас действительно никто не поймёт. А как вас могут понять, если не понимают, о чём вы говорите? Если не понимают, что вы говорите? Если людям не ясно, на каком языке вы говорите, и они не понимают значения ваших слов. Знаете, довольно-таки простая логика получается из этого, и возникает тогда соответствующий вопрос. Почему вы формируете свою позицию так, что вас не понимают? Может быть, вы неправильно выбираете средства для того, чтобы выразить свою позицию. Тогда нужно проанализировать эти самые средства, чтобы понять, какие из них вам всё же подходят больше. Это очень важный момент, момент анализа средств, которые вы используете для того, чтобы вас понимали. Следующая ситуация, следующий аспект заключается в том, что вы чувствуете значимость людей вокруг вас. Вы ощущаете значимость людей вокруг вас, чувствуете, что это для вас имеет достаточно большое значение. Да, люди, которые вокруг вас имеют для вас большое значение, и они вас не понимают. Давайте подумаем так. Почему люди для вас так важны? В чём их важность лично для вас? Для чего они вам нужны? Что они, по-моему, должны вам предоставить, и почему? Ну, это очень важный момент, чтобы вы определили для себя значение этих людей. Дальше. Если мы с вами говорим о том, что вы не можете, допустим, наладить контакт с людьми, что вот с вами, вот вы пишите, что, значит, со мной долго никто не общается. Давайте подумаем так. Чтобы общаться с вами, нужно что-то общее. Общаться общая, понимаете, надо что-нибудь говорить, что-то общее между вами и людьми. А если между вами и людьми общего нет, ничего общего, если между вами и людьми нет, то, соответственно, откуда и как возьмётся общение тогда. А это значит, что можно говорить о наличии у вас, уже о наличии у вас общих интересов с другими людьми. Но для начала, о просто интересах, которые касаются только вас. Какие у вас интересы? Что вам интересно? Что вам нравится? Что вас увлекает? Что вызывает неподдимый живой интерес? Именно у вас, не у кого-либо, а именно у вас. По сути дела, определяя свой интерес, вы определяете то, по поводу чего вы будете общаться с другими людьми. Как бы это ни, может быть, парадоксально для вас не звучало. Так, если нет интересов, если нет чего-то общего между вами, то, соответственно, нет и возможностей для общения между, опять же, вами. Вот такой вот получается, ситуация такой, получается, своего рода замкнутый круг, если угодно. Ну и, наконец, последнее. Для того, чтобы общаться с людьми на равных, для того, чтобы общаться с людьми, ну, интересно, чтобы общение с людьми вызывало интерес не только у вас, но и у ваших собеседников, необходимы определенные условия. И одним из главных условий является то, что людям нравится общаться с людьми, которые любят себя в первую очередь, и уважают, опять же, себя, опять же, в первую очередь. И тогда мы с вами можем говорить о том, насколько сильно вы уважаете, например, себя, насколько сильно, например, вы любите себя, насколько вы уверен в себе, и если не уверены и не уважаете себя, то почему, что вам мешает это делать? Куда, была ли у вас когда-нибудь уверенность в себе? Оценивали ли вы себя когда-то? Оценивали ли вы себя когда-то адекватно? И так далее. И об этом тоже я рекомендую вам подумать. Об оценке себя. О том, как вы видите себя, о том, как вы воспринимаете себя. Это тоже очень важный процесс. Это тоже очень важный момент. Это тоже очень важный нюанс, на который необходимо обратить внимание. По этому все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вообще-то говоря, вам полезно будет работать с психологом, и, скорее всего, на постоянной основе нашей, то вам нужно выбирать себе эксперта и работать с ним по тем проблемам, которые я описал, которые я высказал, которые я озвучил, с тем, чтобы поправить все и чтобы вам помочь. Я желаю вам удачи, если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.